Смотри, вот какая история красивая. Ведь известно, да, что каждый новый режим, каждый новый режим всегда что делает? Он доедает труп старого. К чему я об этом говорю? Я говорю, что меня просто беспокоит судьба всех тех маленьких людей, всех тех исполнителей, всей той мелкоты, которая, вероятно, предполагает, что все всегда будет вечным, про то, что право на насилие, право на дубинку, право на допрос у них будет всегда. Они, в общем, живут одним днем, вероятно, предполагая, что когда режим будет рушиться, их тоже возьмут на борт в хрустальный самолет, удирая. Нет, нифига. И понятно, что им тоже, в общем, надо задуматься вот сейчас уже перед весной о своей будущей судьбе и подумать о своей личной жизни. Качается все очень основательно, поверьте. И задуматься имеет смысл как раз сейчас. Весной это я к чему? Потому что весной заявлено цветение оппозиции, мощные митинги, соответственно, аресты, приговоры, пытки, погромы редакции, запреты, аресты, ну и прочие радости, типичные для путинской России 21 века. Кремль ведь очень основательно и очень испуганно готовится ко всем событиям. В торопях сейчас принят законопроект, который реализует конституционную поправку о том, что Путин имеет право избираться еще на два срока. Открыто очень мощное, хорошо финансируемое военно-политическое управление при Росгвардии, где из них дрессируют просто уже боевых роботов, мы еще на эту тему поговорим. В Европейском суде по правам человека теперь будет представительствовать от России прокуратура России. Тоже непонятно, чего было, собственно говоря, мелочиться и сразу не предложить на это место, например, кого-нибудь из ФСИНа, из Федеральной службы исполнения наказаний. В частности, вот там ярославцы, которые пытали на теннисном столе заключенного, они великолепно могли бы, скажем так, этот пейзаж украсить собой. А можно было просто посадить двух ОМОНовцев с запотевшими забралами. Тоже, вот, кстати, выяснились пикантные, интереснейшие подробности о том, что жетоны, заклеивающиеся на груди полицейских, они, оказывается, заклеиваются не просто так. Дело в том, что жетоны нужны не для того, чтобы граждане могли бы опознать милиционеров, которых бьют ногами в живот или дубинками, а для того, чтобы их могло опознать начальство. Правда, жетоны все равно заклеиваются, и все сотрудники Росгвардии ОМОНовцы остаются неопознаваемыми. Но это такой мир волшебной обжигающей тупости. И вот они не любят лишнюю информацию даже о себе самих. И там, вы знаете, да, что на этом жетоне буквенно-цифровой код. Там, по-моему, четыре цифры и три буквы. И эта штука всегда с ними. И, кстати говоря, как выяснилось, например, там, при заключении браков тоже, и в церкви тоже. То есть там венчается раб ОМОН и Божий, там, 67-45 П и З, и с рабой 6-9-9-9 детц. И дети, рожденные в таких браках, они наследуют первые две цифры имени матери и первые две цифры имени отца. Ну и, разумеется, там есть еще всякие блатные номера, но и хоронят их. Точно так же со святыми у покой, о Христе душу раба твоего, 217-17 нах, и как-нибудь вообще так очень все. И дубинку кладут в гроб для того, чтобы в раю они имели бы возможность вырвать архангелам крылья и заехать к какому-нибудь пожилому ангелу ногой в живот. Я прошу прощения, Александр Глебович, вы вот сейчас так красиво это все рассказываете, а вы обратили внимание, что вот того самого, который двигал ногой в живот Маргарите Юдиной, хотя он приходил извиняться как будто бы. Понятно, что был устроен маленький ментовской театрик, когда взяли просто любого, пользуясь тем, что лицо его неизвестно, он, ну, выбрали, может быть, из художественной самодеятельности. У них же там тоже это все есть. И он изобразил виноватого милиционера, букеты приносил, на самом деле это был не он. Ну, в общем, зашел, увидел, навредил. Это же у них такой, я бы сказал, принцип профессии. Но Кремль очень основательно готовится к протестам, и вот возникло такое очень правильное желание забросать регионы продовольствием, чтобы его было много, чтобы оно было солидно представлено. И в связи с этим начались сейчас в России разработка выработки мяса и хлеба из насекомых. Это сегодняшний день. Из белка насекомых пишут. Да, нет, но белок насекомый не принесет. Жирок он просто не производит. Да, он вынужден будет быть перемолотым. Конечно. И вообще тот, кто думал, что у режима есть какая-то вот своя роковая черта, приличие, за которую он никогда не зайдет, сильно ошибался. Потому что Роскомнадзор теперь потребовал, чтобы ему предоставлялись все данные обо всех телефонных разговорах, кто с кем говорил, в какое время, местоположение, у кого какие абоненты есть. То есть это все маскируется беспокойством о торговле так называемыми серыми картами. То есть надо потратить триллион примерно для того, чтобы напортить бизнес ста дуракам у метро, которые торгуют паршивыми какими-то бэушными карточками. Ну, это ладно, да, кто автор бреда, тоже непонятно, кто этот поэт. Ну, вот у нас еще из прелестных высказываний этой недели, ну, Владимир Владимирович, конечно, отличился. Он утверждает, что Соединенным Штатам и Европе придется считаться с Россией, да. Но вообще надо сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа только темы занимаются, они постоянно считаются с Россией. Каждое утро на всех биржах начинается с того, что они считаются доллар по 72 рубля, доллар по 73 рубля, доллар по 75 рублей. Это очень грустные подсчеты, всегда эти подсчеты. Черт. Упало, упало, да. 11 минут. Едем дальше. Всегда не в пользу России. Я прошу прощения, но в свете высказывания, Владимир Владимирович, по поводу Байдена, считаться с Россией, это Эни, Бени, Реки, Паки, Буль-Буль-Буль, Караки, Шмаки. В общем, все нормально, так они и считаются, и все довольны. Ну, 72, 73, 74, оно, в общем, больнее, да.